Особое внимание членов правительства руководство Каменского консервного завода обратило на проблемы с получением кредита. Без дополнительных средств невозможна закупка необходимого оборудования для того, чтобы начать выращивание сырья уже сейчас. Татьяна Туранская поручила в течение недели изучить этот вопрос. Также представители завода поделились планами на этот год. Серьезные планы в этом году. Мы наметили увеличить в два раза выпуск продукции по сравнению с прошлым годом. А в прошлом году мы увеличили в три раза по сравнению с 2012 годом. А вот для терраспольского мясокомбината сегодня существует проблема поставки импортного сырья. Из-за ситуации на Украине предприятие не может заключить ряд важных сделок на поставку необходимых ингредиентов для производства. Зато в планах у руководства завода приобретение новейшего оборудования. И здесь, по словам директора предприятия, необходима поддержка государства. Для нас очень важна сегодня модернизация, получение, приобретение новейших не только технологий, но и новейшего оборудования. Естественно, для этого тут нужна уже полностью серьезная, так сказать, финансовая помощь государству. В правительстве сегодня говорили и о правах человека. Приднестровский омбудсмен Василий Калько ознакомил председателя правительства с основными проблемами в области соблюдения прав приднестровцев, а также подвел итоги в этой области за прошлый год. Большая группа обращений касается жилищных условий и проблем трудоустройства, отметил Василий Калько. Наибольшее количество за 2013 год обращений граждан было именно по экономическим вопросам, связанным которые были прежде всего с уровней заработной платы, это, как правило, бюджетные отрасли. Татьяна Туранская отметила, что подобные встречи должны проходить в расширенном формате с участием руководителей ведомств и министерств для более оперативного реагирования на обращения граждан.